Вечер за бортом В Канаде И насколько ему это будет Плюс или минус Если он будет менять свои права На канадские права Когда он эмигрирует Когда он приедет сюда Вопрос простой и непростой одновременно Почему простой? Потому что Естественно в Канаде есть деление на Права с автоматической коробкой передач И с механической коробкой передач Сложность заключается в том Что надо смотреть Откуда приезжает человек Потому что поменять вот так Я по этому поводу что-то говорил Что поменять вот так вот напрямую Вот вам права мои Выданные, не знаю Где, например Где-нибудь в Мозамбик И дайте мне права, пожалуйста Выданные в Квбке Да, мы сейчас говорим Опять же, подчеркиваю В очередной китайский раз Что мы сейчас говорим Про реальные провинции Квбек То, что я знаю О чем я могу с уверенностью говорить Возможно в других провинциях Ситуация отличается И человек приезжает с правами из Мозамбик И ему так же говорят О, да конечно Вот тебе права наши Не знаю там В Альберте, допустим Или наши права В Бритасской Колумбии В Квбеке не так В Квбеке есть перечень государств Чьи права меняются Автоматически Прежде всего Это несколько стран Евросоюза Вот И там некоторые Отдельные другие страны Типа США, Австралия Хотя, по-моему, Австралия не уверена Но США точно Вот А все остальные должны В течение От 3 до 6 месяцев После приезда Сдать Заново Все экзамены Теоретические И практические Соответственно Если ты этого не сдал То права не получил Есть выход из положения Каждые полгода выезжать Из Канады И, собственно, въезжать потом И тебе 6-месячный Период времени пребывания Снова засчитывается заново Зная людей, которые этим страдают Страдали До недальнего времени Постоянно въезжая, выезжая И ездя по своим Национальным правам Теперь Что касается Разницы Как я уже сказал В начале видео Существует деление На права Категории Б И там есть просто Категория Б И категория Б В скобочках А Имеется ввиду Автоматическая группа передач Что интересно Интересно то, что Я в свое время Смотрел передачу какую-то И говорилось о том Что молодежь Те, кто Сейчас дают на права Передача Причем была уже Давно-давно Лет, наверное, 5 назад Я думаю Ситуация с тех пор не поменялась Если не усугубилась Молодежь Меньше 2% населения Молодого Который сейчас Дает на права Они Изъявляют желание Сдавать на права С механической группой передач И, как правило Это связано с тем Что В семье была Механическая группа передач В автомобиль И папа учил Так сказать Рулить с самого начала На механике Либо Это Подростки Молодежь Молодежь Которая Насмотрела Секи разных фильмов Где Спортивная манера Езды Управления автомобилем Им нравится Типа Ощущение контроля Ощущение того Что ты дергаешь за ручку И, соответственно Каким-то образом Приближаешься К идеалу Тех людей Которые Существуют В автоспорте А всем остальным Глубоко фиолетово Они не заинтересованы На это же Жаловались продавцы Автомобилей Говорили о том Что вот У нас в ассортименте Есть машины С механикой Но люди Почему-то Не хотят их покупать Продажи у нас Минимальные Плохие И, собственно Люди Опять же Покупают Либо потому Что привыкли С детства Или так привыкли Им по кайфу Просто переключать И Во-вторых Люди Которые Считают Что из-за того Что они будут Ездить на Механике Они себе Сэкономят Топливо В общем Такая ситуация И Теперь возвращаемся Непосредственно К истории Что К вопросу Что Если вы приезжаете Сюда С правами Полученными На автомате То Вам будет Зачитывать Засчитывать Опыт Прав Вождения С учетом того Что вы сдавали На автомате Если вы Допустим Приезжаете Из страны Европы Чьи права Действительно Можно Обменять То Естественно Вам поменяют На те же Самые Права Автоматические Которые Вы имели У себя Дома Если же Вы приехали С механическими Правами То есть Которые Позволяют Управлять Как автомобили С механикой Так и Автомобилем С Автоматом То Тогда Соответственно При сдаче Экзаменов Вы можете Совсем Спокойно Получить Те же Самые Права Которые Будут На Механике Вот Такая Вот мысль Такое Разделение Имейте Это Ввиду Принимайте Внимание Когда Вы будете Сдавать На Права Здесь В Канаде Или Когда Вы будете Сдавать На Права У себя Дома Если Вы Будете Сдавать На Автоматильной Механике Что Есть Нюансы По моей Восьмилетней Жизни Девятый Год Уже Пошел Как я Жив Здесь Я Вижу Что Практически Никого Кто бы Ездил На Механике Здесь Нет Очень Небольшое Количество Автомобилей Очень Небольшое То есть Оно Есть Но Очень Небольшое Количество Автомобилей Здесь На Механике Все Люди Ездят На Автомате Никто По поводу Чего Либо Другого Себе Не Парит Мысли По этому Поводу Откланиваюсь Всем Отличных Выходных Отдыхайте Насладайтесь Жизнью Любите Другого И Счастливо Пока